Городские встречи Городские встречи Городские встречи Городские встречи Городские встречи И муж у нее был, иностранец. И она осталась в результате. В Лондоне она там, наверное, более 30 лет уже живет. Она сама писатель, и сценарист, и драматург. У нее есть прекрасные пьесы. Эти пьесы на Украине идут. Я думаю, что, может быть, и в России скоро будут идти ее пьесы. И, может быть, даже в Рязанских театрах нам было бы особенно. Приятно и ей, я думаю, как автору. Она работала 30 лет назад. Это был больше 30, уже 85-86 годы в Швеции с Тарковским на картине «Жертвоприношение». Это был последний фильм Андрея Арсеньевича Тарковского. И ему нужен был переводчик. Но вы сами понимаете, как творческий человек, что переводчик – это второе я. То есть переводчик – это уникальный человек. Он должен понимать какие-то нюансы. Он должен между строк и слышать, и читать, и понимать. И у него большой был выбор переводчиков. Но, тем не менее, он остановился на ней. Потому что когда-то еще до встречи в Швеции у них была встреча в России, в Москве по ее инициативе. И они разговорились, и он понял, что она просто его человек. Она очень творческий человек, очень глубокий. И в ней, знаете, такие прекрасные качества есть. Она очень трогательная, очень деликатная. А это немаловажно для такого большого художника, который бывает в разных состояниях духа. Чтобы человек как-то и при переводе никого не обидел. Иногда, когда читаешь ее книгу, и там такой текст идет, он меня просил не переводить эти слова. Но вся съемочная группа смеялась, потому что по его интонации они подняли этот русский гнев и совершат непереводимую русскую лексику. Ну, замечательно, она человек. Книга написана с огромной любовью. Вот книга тут у меня в руках. Вот это издание, которое сейчас вышло. И эти книги у нас будут. Мы будем их, она будет их продавать. Привезет с собой. И до этого, пять лет назад, был другой дизайн книги. Вот это из Горьковской библиотеки. У нас там есть только два всего экземпляра. Вот так она выглядела. Ну, Лейла сама человек очень скромный. Она все время так в тени, в тени Тарковского. Ее даже нигде не разглядеть. Вот портрет, знаете, как-то начинаешь листать, искать, смотреть фотографии. Везде она как-то очень так уклончиво уходит от фотообъектива, от камеры. Она очень-очень скромный человек. Вот еще раз подчеркну, деликатный. Вот такой, ну, необыкновенный, я скажу, необыкновенная личность. Отлично. Но она ведь писала не сухие факты в своей книге, а вела дневник на съемочной площадке, который лег в основу. Да, да, конечно. Я, знаете, вот, когда я училась сама в театральной академии в Санкт-Петербурге, на режиссуре телевидения, нам все мастера все время говорили, ребята, введите дневники. Дневник наблюдения – это основа. Для журналиста, для писателя, художника, для режиссера. И вот сейчас я преподаю в университете у журналистов, я им все время говорю, надо ввести дневник, дневник наблюдения. Вот у Лейлы Александра Гаррид был такой дневник, по которому она потом сделала такую замечательную книгу, где она писала каждый день Тарковского на съемочной площадке и вне ее. То есть все его переживания, смятение духа. Нам же всегда интересно, вот интересно подноготное, то есть как большой художник, как гений, неважно, это режиссер или писатель, вот как он пришел к какому-то образцу, да, вот он шел к нему, шел. Ведь многие там, не помню, у Хамингуэя какой-то роман, финал романа «Прощай оружие» он переписывал 37 раз. А Тарковский переснимал каждую сцену по 11-12 раз, иногда по 20. Представляете, вот что его заставляло, что он искал? Игру света, что-то видел правильное, неправильное в кадре? Или актерскую игру доводил до совершенства? То есть вот эти все нюансы, они всегда интересны зрителю. Вы буквально на днях вернулись из Санкт-Петербурга, где открылась выставка, посвященная Тарковскому, там же выступала Лейла, правильно? Да, эта выставка носит название «Андрей Тарковский. Художник пространства». Дайте мне камеру, я удивлю мир. Мне кажется, что Тарковский будет нас удивлять, потрясать, восхищать еще очень-очень долго. И если вам интересно, конечно, здесь объяснен каждый съемочный день. Читайте, читайте Делию книгу на реформу, но читайте книги, скоро выйдет книга Евгения Цимбала о сталкивании. Читайте книги Солынского, читайте книги Евламова. Это наша вообще, ну, самая, наверное, крупная Тарковская вина. Так как в этом году мы отмечаем 85 лет со дня рождения, вы представляете, люди, которые с ним когда-то работали на площадках съемочных, которые были его единомышленниками, сколько им лет? Ну, за 80! Самый молодой, как нам казалось, в том году приезжал Николай Петрович Бурляев, народный артист России, президент международного славянского форума «Золотой витязь», который у нас когда-то был в Рязани в 2002 году. И, как вы знаете, Бурляев снимался у него в фильме «Иваново детство» и «Андрей Рублев». Такие две большие главные роли у него были. И нам казалось, ну вот, 70 лет исполнился Николай Петрович, наверное, самый-самый молодой из этой вот компании людей, работавших с Тарковским. Но Лейла Александр Гаррид намного моложе Николай Петрович. Вообще, хочу сказать, что она очень красивая, молодая еще женщина. И наши рязанцы, я думаю, с большим удовольствием придут посмотреть на нее. Еще раз напомню, что встреча это будет 30 сентября в 12 часов в Политехническом институте, который у нас в центре города находится, прямо на этой вот улице Ленина. Проект постоянно находится на разных площадках. Почему в этот раз выбрали Политехнический институт? Наш проект патриотический «Океан Соляреса. Острова памяти», он как бы идет и под Сенью Тарковского, и в то же время у нас много-много наших выдающихся земляков. Там и Есенин, и Павлов, и Циолковский, и Полонский. И вот такая же, скажем так, патриотическая политика в Политехническом вузе. Ректорову Игоря Александрович Мурок тоже своим студентам. Знаете, как бы у нас в проекте есть там такой девиз, такая фраза «Для молодых, которые мучаются вопросом, с кого делать жизнь». И вот мы им показываем вот это наследие выдающихся людей, которые родились в Рязанской области или волей судьбы проживали здесь и воспели наш край. Не важно, там, это ученые или философы, или творцы. И самое главное, он сказал, что Ирина, мне кажется, что именно в нашем вузе и откроется памятник Тарковскому. То есть это будет или барельеф, или памятник. Мы еще не знаем, мы в стадии обсуждения. У нас есть интересный архитектор молодой, художник, скульптор. Он сейчас, он сам рязанец, правда, живет сейчас в Москве. Его зовут Павел Трофимов. И он сейчас набрасывает эскизы. Это будет брелев Тарковского или памятник, мы еще не знаем. Мы говорим, у нас все в стадии обсуждений. Мы хотели как раз и с Лейлой посоветоваться, как с одним из самых близких людей, который знал Тарковского. Вот когда она приедет к нам в Рязань, мы и покажем эти эскизы. Ну, об имени Тарковского знают очень многие, но, к сожалению, не все видели его фильмы. Чтобы подготовиться ко встрече, что нужно посмотреть, что нужно знать обязательно? Ну, конечно, хорошо бы знать все его семь фильмов. Они, это не 37, это всего семь, но, правда, они все очень сложные. Они у него долгие, длинные. Он автор вот этого длинного плана. Когда, помните, гений наш Пушкин сказал, остановись в мгновение, ты прекрасна. То есть, каждый из нас всегда хочет остановить это время, запечатленное время в своем сердце. И Тарковский это сделал в кино. Замедлял это время прекрасное, которое, как казалось ему, особенно, когда мы смотрим «Зеркало» в фильм, который весь его автобиографичен. И вот эти вокруг дачи, там, вокруг деревенского дома, вот эти колыхания ветра, дождь. И каждый из нас обращается в свое детство, в свою внутреннюю память. И все-таки, наверное, даже не фильмами, а вот он интересен той высотой вкуса, которая у него была всю жизнь. Он ведь очень много читал. Он читать начал с четырех лет. Он был очень жадный до чтения. Но у него какие родители прекрасны. Папа, выдающийся Павел Арсений Тарковский. Мама была тоже литературный человек, который учился в литературном институте. Он закончил художественную школу, музыкальную школу, опять же, благодаря маме. И вот эта его страсть к познанию, мне кажется, вот это должно стимулировать всех нас. Потому что высота вкуса, высота духа, который есть в его фильмах, она очень важна. И, конечно, он снял очень мало фильмов, но у него было такое количество задумок. Когда читаешь книгу Улова Тлейла Александра Гарри, еще раз возьму ее в руки, мне кажется, это самая лучшая книга у Тарковского. Уже много книг написано за эти 30 лет после его смерти. Но эта книга с огромной любовью, с пиететом, очень бережна и к личной жизни Тарковского, и к творчеству Тарковского. И у нее здесь как раз и описаны все его творческие планы. Он хотел поставить «Летучего голландца» в Англии, в Ковенгардене, оперу Вагнера. Он хотел поставить «Гофмониану» в Германии. И текст этой «Гофмониану» он как раз написал вот у нас тут на Рязанской земле. Он хотел поставить фильм про Рудольфа Штейнера, тоже для немцев. Он хотел сделать фильм в Дании или вот в Швеции, я сейчас не помню точно, про Сёренок и Еркегора. Он хотел поставить «Идиота», он хотел сделать фильм о Достоевском. Следующего проекта после жертвоприношения был «Гамлет». Он уже когда болел и лежал в клинике, он там уже пытался репетировать этого «Гамлета». Ну то есть такое многообразие тем, он безумно любил русскую классику и западную классику. И даже вот когда читаешь его дневники «Мартиролог» его, или вот ту же самую книгу Лейла, ты начинаешь погружаться в огромный мир мирового творчества художественного. Ну и на встречу речь пойдёт не только о биографии, но и о творчестве знаменитого режиссёра, его политики на площадке, механизмах, как он работал с актёром. Да, это очень интересно. Это очень интересно. И есть, вот знаете, мне всегда казалось, что даже, ну я к своему стыду скажу, даже вот интересен не сам продукт режиссёра, какого-то знаменитого режиссёра, который он сделал, да, и того же Тарковского, или там Бергман, или чего кого-то. А вот мне, например, всегда даже интереснее фильмы о том, как снимал Бергман, или о том, как снимал Тарковский, как он это выстраивал, эту атмосферу на площадке, как он взаимодействовал с художником, с кинооператором, как он репетировал уже после «Сталкера», по-моему, он начал репетировать через глазок кинокамеры. То есть не на площадке, как все режиссёры, так театральные, да, делают, а он уже начал вот какие-то команды давать, смотря в камеру. То есть представьте, как он уже ущемлял в чём-то самолюбии операторов. С ним великие операторы работали. Но, тем не менее, он вот всё-всё-всё досконально, вплоть до того, что работа с художником, он сам ходил, выбирал какие-то платья для актрисы, для актёра, шарфики, всё, что нужно, он сам всё придумывал. Вот такой был человек. Но мне кажется, это так и должно быть. Кроме того, что у тебя много помощников, но если ты хочешь что-то важное сделать для себя, хорошее, то ты должен очень глубоко в каждый вопрос вникать. И вот так он вникал во всё. И в живопись, на площадке, да, это кинооператорство, и в звук, он очень внимательно относился к музыке, ну, как вы знаете, да, и очень-очень внимательно ко всему, что происходит, какие там будут шумы, какие будут звуки, какие там будут крики, и к актёрам, ну, буквально-буквально вообще ко всему. Давайте напомним нашим зрителям, когда, собственно, они смогут попасть на встречу. К нам в Рязань приезжал и Николай Бурляев, народный артист России, кинорежиссёр и Наталья Бондарчук, тоже актриса, и кинорежиссёр, дочка известного Сергея Бондарчука и Эдуард Артемьев, композитор и Шавкат Абдусаламов, художник, который работал с Тарковским на картине «Сталкер». И в этот раз это будет переводчик Тарковского в Швеции на последнем фильме «Жертвоприношение» Лейла Александр Гарретт. Она приезжает к нам 30 сентября. В 12 часов дня состоится встреча в Рязанском политехническом институте. Спасибо большое, Ирина, за увлекательную беседу, что нашли время к нам прийти. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была автор проекта «Тарковские чтения» и «Океан Солярис. Острова памяти». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова